С раннего утра во все храмы Самары православные верующие несли небольшие букетики из веток вербы. Именно их принято освящать за неделю до Пасхи в праздник входа Господня в Иерусалим. Пушистые ветки вербы стали символом праздника. Согласно Евангелии, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим, люди клали на землю перед ним пальмовые ветви. Поскольку в России в это время года все деревья стоят еще без листьев и только на вербе уже распустились почки, праздник получил народное название Вербное Воскресенье. У православных верующих принято освященные в церкви ветки хранить дома весь год. Считается, что они приносят здоровье. Тем, кто соблюдает Великий пост, разрешается в этот день есть рыба и растительное масло. Существуют также старинные обычаи слегка ударять пучками вербы себя и родственников. Это должно избавиться от болезней. Вот я дочке посвятила и себе посвятила вербочку. А вот сейчас домой приду, вербочка, я себя все обобью, вербах лест, бей до слез. Все, все, и головку, и сердечко, чтобы все было здоровое. Впереди самая строгая неделя поста и подготовка к одному из главных церковных праздников – Пасхе. Последнюю эту неделю, конечно, нужно пост держать, строгая эта неделя. В четверг, естественно, уборка квартиры, а там выпечка, печку, лечи, красить яйца. А в старину на Руси этот день также олицетворял пробуждение природы от зимы. С вербным воскресеньем связаны и народные приметы. Так солнечная погода обещает теплое лето и богатый урожай. Марина Кравцова, Максим Гусев, События.